Огромное количество подъемов и спусков. Я стою на территории античного амфитеатра. Крым, именно Севастополь, считался, скажем так, главным местом по выращиванию устрец. Я так хочу плавать, аж у меня очень сильно сердце стучит. Добрался я до Севастополя, машинку бросил в таком переулочке на парковке, потому что в центре, в историческом, парковка платная. И я ради сэкономить 3 копеечки выехал из платной зоны, проехал лишние 200 метров и бросил машину на бесплатной парковке. Итак, Севастополь или священный город с древнегреческого. История города уходит далеко вглубь к подвигам Александра Македонского. Был период, когда он был колонией республики Генуя, потом разрушен нападениями османов, а потом восстановлен Российской империей. Этот город знал множество культур и событий. В настоящее время он интересен для прогулок и изучения истории. В городе большое количество соборов и памятников архитектуры. Что касается города. Вы хотите посмотреть его, езжайте сразу же на набережную. Ставьте где-то машину и идите вдоль набережной. Потому что так вы, мне кажется, поймете весь этот город и все сердце города. Здесь, кстати, есть дирфинари. Если у вас есть дети, если вам интересно. Что касается гостиниц. Я не, значит, не букировал себе гостиницу в Севастополе. Почему? Потому что сейчас из-за всех этих эпидемиологических ситуаций многие гостиницы просят бумажку, подтверждающую, что у вас отсутствуют там болячки. Да, сами понимаете, какие. Но, насчет гостиниц. Если вы хотите какую-то классную гостиницу в самом центре, вот, пожалуйста, отель Севастополь. Отель Севастополь, сразу же здесь ресторан французского типа, сразу же здесь магазин и сразу же здесь через 50 метров набережная идет. Ну, а еще раз, я приехал сейчас в Севастополь из Ялты ехать час, до Балаклавы час, плюс там 20 минут вот сюда до Севастополя. Вот поэтому абсолютно никаких проблем. Еще одна особенность Севастополя, но мне кажется, это вообще особенность Крыма. Что где бы вы ни находились, в маленьком городе, в большом, все эти городки находятся на холмистой местности. О чем это говорит? Что здесь огромное количество подъемов и спусков и лестниц. Ну, и, конечно же, Севастополь не исключение. Здесь точно так же вы будете ходить по подъемам, спускам и лестницам. И в Севастополе ряд лестниц немаленькие. И всего здесь в городе насчитывается 82 лестницы. Некоторые из них заменяют улицы. А самая большая лестница, которая начинается у Георгиевского монастыря, насчитывает 897 ступенек. И она, кстати, идет к пляжу. Поэтому, если вы хотите поплавать, расслабиться, вам нужно спуститься на 897 ступенек и потом подниматься по ней. Бой! Если вы являетесь любителем устриц, то Крым это то место, где вы можете их хорошечно покушать. Потому что в Крыму, во-первых, существуют плантации, ну, как бы фермы, да, где культивируют эту живность. Во-вторых, еще до популярности французских устриц Крым, именно Севастополь, считался, скажем так, главным местом по выращиванию устриц. И здесь их начали выращивать еще в Российской империи, еще в 1867 году. И Севастополь был просто мега популярным городом, вот в плане известным городом, в плане выращивания устриц. Ну и, конечно, один из главных исторических объектов это Херсонес-Таврический. Древнегреческий город, который был основан в 528 году до нашей эры. На данный момент археологами восстановлено около трети древнего города. И приезжая в Севастополь, вы просто обязаны его посетить. Если вам интересны путешествия по Крыму, смотрите также мои другие ролики и ссылочки на них вы найдете в описании к данному видео. Не забудьте поставить лайк данному видео, это помогает в развитии моему каналу. Ну а в комментариях напишите, какие места в Крыму производят на вас впечатление. Ребята, успел до закрытия в Херсонес. Закрывается он в 6, я приехал сюда в 5.30. Напоминаю, что темнеет сейчас рано, поэтому вот до темноты и до закрытия я немножко успел, слава богу. А я стою на территории античного амфитеатра такого, и его как бы не было, и открыт он был раскопками в 1954 году. Да, конечно, когда по таким масштабным местам ходишь и понимаешь, что все это было уничтожено, все это было погребено под землей. И потом это нашли, и раскопали, и вот начинают воссоздавать. Блин, вот, конечно, круто, потому что масштаб реально большой. Это там не домик откопать, понимаете? Это целый город, античный город. Ребята, на 100% планируете посетить Севастополь, обязательно посетите Балаклаву. Ну, я думаю, что вы это сделаете, потому что это одно из тех мест, знаковых мест в этом месте. В Балаклаве, вот как мы сделали, берите какой-то кораблик, вот нам на четверых это обошлось в 2000 рублей, я считаю, это недорого, по 500 рублей на человека. Но вам сразу же делают обзорную экскурсию, вам покажут, расскажут все про Балаклаву, и реально это круто. Нам, с одной стороны, немножко не повезло, то, что была погода пасмурная, но, с другой стороны, повезло, что было достаточно спокойно, не было никаких дождей. Вот, это плюс для 1 декабря, вы знаете. Балаклава на зеленый пункт на Крымском полуострове и часть города Севастополь. Поселение на ее нынешнем месте было основано древними греками. Называлось оно Символон. И, как часто это бывает, город был важным для торговли. В средние века он контролировался Византийской империей, а затем генуэзцами, которые завоевали его в 1365 году. Развали на генуэзской крепости, расположенной высоко на вершине утеса над входом в Балаклавскую бухту, является популярной туристической достопримечательностью и недавно стали сценой для средневекового фестиваля. Но, значит, Балаклавская бухта, какая бы она классная ни была, вы должны знать, что Севастопольская бухта, она гораздо больше. И Севастопольская бухта, мало того, что она больше, она еще считается самой крупной в Европе. Она уходит вглубь полуострова на 9 километров. Знаете, еще какая особенность? Покатавшись немножко по Севастополю, мне он показался реально таким большим городом. Несмотря на то, что здесь проживает, по-моему, там 350 тысяч человек, но я зашел даже посмотреть, его площадь равна площади половины Москвы. То есть город реально такой растянутый и большой, и в него еще входит, ну, как бы Балаклава входит и Герман входит. Севастопольская бухта